Братья и сестры, слава нашему Богу! Как приятно сегодня находиться в церкви, в Божьем присутствии. Сегодня я хотел перед моей проповедью, хочу начать с слов, которые написал Давид в Псалтере, 138-й Псалм, очень нам знакомые места. Писано 7-й стих. Куда пойду от Духа Твоего? Я от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо Ты там, сойду ли в Преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня, десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. До этого места. Братья и сестры, пророк Давид или Бог через Давида напоминает нам такой интересный принцип, или как бы отвечая на нужду людей. В жизни людей бывает такие, в нашей жизни бывают случаи, когда мы думаем, когда мы проходим определенные трудности, какие-то испытания, болезни, может быть, какие-то наши близкие, родные уходят. И у нас нет вопроса, и часто мы задаем этот вопрос, находится ли Бог сейчас со мной? Находится ли Он тут сегодня? Видит ли Он то, что я прохожу? Знает ли Он мою ситуацию, мой случай? Знает ли то, что происходит в жизни моей лично? Как брат это говорил передо мною? Это относится к практическому христианству, к жизни каждого из нас. Давид понимал это, Давид это испытывал, и Господь дал ему слово, что нету места, куда бы мог скрыться Давид, нету места, куда псалмопевец мог уйти от Божьего присутствия, нету той проблемы глубины или высоты, нету ночи или дня, или может быть горы какой-то, или другого какое-то места, куда бы могло бы что-то унести человека Божьего. От Божьего присутствия. Господь находится со Своим народом всегда. Он везде видит их, и даже, может быть, не все понятно в нашей жизни. Не все всегда черно-белое, не все так, как мы хотели бы, чтобы оно было. Не все так оно легко объяснить или как-то логически этому найти перспективу. И есть вопросы, на которые мы только на небе найдем ответы, но все-таки Господь находится с нами. И если мы переживаем, друзья, то Он переживает вместе с нами. Если мы плачем, то Он плачет вместе с нами. Если нам трудно, то Ему трудно вместе с нами. Он никогда не оставляет нас. Он всегда с нами. И я хочу сегодня напомнить случай, один из Писаний, про одного человека, в жизни которого по-особенному выделяется Божье присутствие и Божья рука. Я хочу поговорить о Иосифе. Иосиф, это был первенец, если вы читаете Библию, я знаю, это был первенец у Якова от жены Рахили. Это был первенец от его любимой жены. Помните, да? Он хотел жениться сначала на Рахиль, проработал там много лет, потом его обманули, дали ему другую жену, еще семь лет поработал, и потом он имел 14 лет, как бы за своих жен работал. И он любил Рахили очень сильно. Но Господь не давал Рахили ребенка. И мы читаем, это 30 глава Бытия, мы читаем, что у Лии родилось первый ребенок, потом рождается у рабыни один ребенок, потом опять у Лии начинают дети, и вот уже 10 детей в семье родились от Якова, от его жен, а Рахиль еще ничего. И написано в Писании, вспомнил Бог о Рахиле, это Бытие, 30 глава, 22 стих. Вспомнил Бог о Рахиле. Видно, время пришло правильное. Видно, пришло тот момент, который мы называем Божьим appointment в жизни этой женщины, чтобы у нее родился сын, долгожданный сын. Она, говоря о своем состоянии, говорит, что я ношу на себе позор, у меня детей нет, и в то время так оно считалось. Он переживал, она переживала об этом, наверное, много молилась, много плакала, но Бог все-таки не давал. Но пришло то время, когда все-таки Господь дал ей первенца, первый сын, Иосиф. Рахиль подумала, сейчас в моей жизни начнется новая эра, теперь мой муж увидит, что у меня дети есть, у нас отношения станут лучше, наше будущее станет светлее, все будет прекрасно, новая эра, радость, благословение. И называет своего сына «Господь даст мне другого сына». Иосиф, оно именно так и означает, что Господь даст мне еще одного сына. Как бы оптимистически настраивается на свою жизнь. Это молодая жена. Она думает, что теперь в моей жизни все пойдет по-новому. Интересно, я хочу заметить, братья и сестры, мы часто проходим какие-то испытания в нашей жизни, и думаем, почему же Бог не дает мне тогда, когда я вот хочу? Тогда, когда вот мне надо, когда меня болит, почему вот тогда? Почему надо было, чтобы у Рахиля, это такое долгое-долгое время, не было детей? Я нахожу, мое мнение, я нахожу в Писании, что Бог, Он больше заинтересован нашим сердцем, состоянием нашей души, нежели те подарки, которые Он нам дает из своей доброй руки, как Отец. Библия говорит, что Рахиль в сердце своем, 30 глава, 1 стих, она позавидовала своей сестре. И желание иметь детей, это не было потому, что она, может быть, хотела, да, и написано, выделяется, и позавидовала она своей сестре. То есть, корень, почему она хотела? Это была зависть, это была конкуренция. Это было соперничество, как братья говорят. И Бог, увидя в нее этот грех, на мой взгляд, Он хотел искоренить этот грех из нее. Новый Завет, Яков говорит, такие слова, Яков 4 глава написано, желаете, это про нас, желаете и не имеете. Убиваете, завидуете и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, чтобы употреблить для ваших вожделений. Так бывает в нашей жизни порой. Тогда, когда мы что-то хотим, что-то просим, но мотивы неправильные. Просим для себя, просим что-то, но Господь ожидает в правильное время. Господь, Он видит и знает и время, и случай. Он знает тогда, когда правильно благословить нас, чтобы не дать это, чтобы оно повредило нам, но дать что-то в наше особенное время, как от Бога. Друзья, в нашей жизни так оно происходит. Господь переживает за нашим сердцем, за нашей душой. Вернемся мы к Рахиле. Вроде бы она провозгласила эту жизнь, эту новую эру, что вот родился этот Иосиф, и в моей жизни будет все хорошо, все наладится, будет все прекрасно, планы уже стоят. Но приходит неоткуда. Просто останавливается ее жизнь. Рождается Вениамин, и при родах эта молодая жена, она умирает. И все ее планы, все то, что она думала, все, что она себе представляла, новая эра начинается. Она планировала, думала, называла сына даже так. И все просто останавливается. И начинается страдание в жизни Иосифа. В этого молодого, тогда еще baby, или маленького ребенка. Начинается страдание в жизни этого человека. Друзья, я думаю, что в этом есть тоже была рука Божья, тоже каким-то непонятным для нас образом. Бог совершал свое дело. Совершил свою, или совершил свою волю, даже через этот неприятный, болезненный случай смерть Рахили. Мы читаем в Новом Завете, что Иисус наш Господь сказал в Матфея 10 глава 29 стих, что не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. Конечно, мы понимаем, у Бога есть воля активная, пассивная, как богословы говорят, что-то Он хочет, что-то Он допускает, но все-таки это случилось. Умерла эта женщина. Почему? Почему именно это должно было так случиться? Да? Мы тоже задаем себе вопросы такие в нашей жизни. Когда нам больно, когда мы что-то теряем, когда нам, а способенному, трудно. Почему именно так? Почему Бог допустил? Но я, знаете, верю в одно, это мое мнение, то, что уже тут Господь уже сосредотачивал свое внимание на следующем поколении, на Иосифа именно, потому что Он хотел воспитать Иосифа. Он хотел, чтобы этот молодой человек он прошел через то, что ему нужно пройти, чтобы совершить волю Божью. На мой взгляд, Рахиль уже совершила свою волю, то, что Господь имел для нее сделать, она выполнила. И теперь уже фокус Божий на следующем поколении, на Иосифа, на его жизнь. И подумайте, друзья, Иосиф уже без мамы. Его сестра и ее мамы, Лия, да, но они не были достаточно близки. И он практически в жизнь пришел, вот он, Вениамин маленький, да, он, там уже другие братья, они все постарше, потому что Рахиль давно имела своих детей, намного раньше имела своих детей. Все они, Лия, я извиняюсь, да, все они были постарше, я не знаю, какие там отношения были в начале, но мы читаем, что они испортились очень быстро. И вот папа сидит и вырастает, на его глазах вырастает Иосиф, Вениамин, и он как бы пытается компенсировать боль этих молодых людей, боль Иосифа, он ему покупает красивую одежду. И у него особенные и близкие отношения с Иосифом. Этого маленького юноши, который без мамы рос всю свою жизнь практически. Он ему покупает одежду, но это в сердце братья, производит зависть. И теперь все, что Иосиф не делает, он говорит за свои сны, это провокация. Он говорит с отцом, как бы доносит на братьев своих, это провокация. Все, что, любой шаг, что он делает, это как будто атака на этих, на его братьев. И приходит день, когда братья сделали очень ужасный шаг. Они сделали большой грех против своего же брата. Они его продали в рабство. Полностью просто взяли и продали. Продали в рабство. Отцу сказали, что его убили. И теперь, представьте, этого 17-летнего юноша. Вырастал без мамы. братья его не любили. Вся его жизнь, оно как-то, и теперь его в рабство продали. Вот эта жизнь боли и страдания. И задается вопрос, я хочу его на протяжении всего этой проповеди говорить, почему именно так оно должно было быть? Не задаем ли мы себе этот вопрос, когда нам особенно трудно? Когда нам, может быть, мы думаем, что что-то несправедливо происходит в нашей жизни, что-то непонятно, какие-то, может быть, трудности, проблемы, печали. Мы, может быть, задаем себе вопрос, почему я должен был родиться в этой семье, или в этом городе, или в этой стране? Почему у меня то прошлое, которое я имею? Почему все должно было произойти именно так? Но мы находим, что этот человек, вот Библия описывает нам этот случай с Иосифом, вот эти все его трудности. Идем дальше. Иосиф приходит уже в Египет, стараясь уже забыть за дом своего отца, и уже Бог его начал благословлять. Его благословлять, и он начал находить уже успех, каким-то образом вроде бы работа налаживается, вроде бы он уже, вроде бы, как бы уже на полет, как говорится, да, у него вроде бы все уже нормально должно было быть. Написано в Слове Божьем, что он в доме у Патифара, очень, как бы, скажем, довольно-таки богатого человека, он служил. И Бог благословлял и давал ему успех. И не давал ему успех, потому что он был очень умный, или, может быть, очень красивый, или очень способный. Но написано, это уже Бытие, 39 глава, и был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. Как будто уже все, уже все, прошлое позади. Теперь уже благословение. Теперь уже, только уже наверх. Теперь все только хорошее. Но и тут, желая служить Богу, желая быть искренним пред своим Господом, как бы отвергая жену Патифара, не желая с ней переспать, он не хотел грешить перед Богом. Он ей даже прямо сказал, как же сделаю я сие великое зло и согрешу не просто перед человеком, но перед Богом. Он, сказав это, желая служить Богу, опять трудность в его жизни. Опять проблемы. Берут его и просто кидают в темницу. Просто в тюрьму его. Там, вы знаете, эту историю, да, как он убежал, он хотел с дома убежать, убежал с дома, и она взяла за одежду, и потом, как бы, эта вся сцена, и он находится уже в тюрьме. Иосиф, который, в принципе, имел трудную судьбу, который проходил через трудности, и там уже на месте, опять испытание, и уже в тюрьме оказался. Уже куда хуже. Что опять может думать этот молодой человек? Друзья, но у Бога особенный взгляд был на это все. Своя особенная перспектива на трудности Иосифа. Написано в Писании, что когда Иосиф и Иосифа кинули в темницу, это Бытие 39 глава, 21 стих, после этого написано, и Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Как бы невидимая рука Господа она шла с Иосифом. Она была там с ним. В этих трудностях, в этих проблемах Господь, как хороший учитель, работал над сердцем Иосифа. И он проводил его через все эти трудности, испытания, проблемы, предательства, тюрьмы. Он был с ним там, и у него была цель. У него была цель, чтобы этот человек, он был готов для того, чтобы совершить волю Божию. Чтобы он был готов и способен для того, чтобы совершить то, что Бог имеет для него сделать. Псалом 104. Я хочу, чтобы вы посмотрели это место в Писании, 16 стих. Это уже Бог говорит свою божественную перспективу, на что происходило в жизни Иосифа. И написано, и прозвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Это Бог сделал в то время. Он заботился не только о семье Якова, это судьба спасения решалась, можно сказать, на тот момент всего мира. Да? И написано дальше, «Послал пред Ним человека». Пред Яковом, то есть, вот говорится, «В рабы был продан Иосиф. Стеснили оковами ноги его, железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его владетель народов и освободил его. Наставил, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял бельмож его по своей душе. И старейшин его учил мудрости». Заметьте это слово. «Послал пред Ним человека». Кто послал? Господь послал. «Послал пред Ним человека». В рабы продан был Иосиф. У Бога была цель, чтобы этот человек и смерть его матери, я так понимаю, и трудности испытания в его семье, и предательство братьев, и потом тюрьмы, и опять тюрьмы. И потом Господь возвышает этого человека, ставит его высоко, чтобы этот человек смог спасти жизнь роду, от которого родится Христос. У Бога была цель. Знал ли это Иосиф? Нет. Знал ли это отец Яков, что он потерял сына, он думал? Нет. Знали ли это братья его, что через их не грех Бог как-то сделает и привезет славу своему имени? Не знали. Друзья, но воля Божия совершается на этой земле не потому, что Бог нас роботами всеми сделал и вот так нами управляет, но даже вопреки нашей греховной природы. Не потому, что мы делаем все, как Он бы хотел, но вопреки этого каким-то таинственным образом, каким-то непонятным нам образом совершается воля Божия и Господь показывает славу Свою даже из чего-то, что мы думали разве что-то может быть. Иосиф уже в конце, когда он понял, что произошло, когда он понял, что происходило в его жизни и как Господь употребил его для славы Своей. Это Бытие, 50 глава, 20 стих, написано, уже он обращается к своим братьям. Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Дорогие друзья, и теперь в жизни нашей как мы смотрим на ситуации в нашей жизни. Для нас может быть много непонятно. Я верю, что Господь был с Иосифом и с семьей Якова сначала, через все эти трудности, все эти проблемы, все эти испытания, Господь был с ним. И я уверен, что Господь с нами сегодня тоже. И может быть, нам не все понятно, может быть, нам не все до конца, не все make sense, почему оно именно так прошло, а не так. Вроде бы по-человечески это невозможно, чтобы Господь это употребил и превратил это в добро. Но великий Бог, Он знает, Он знает, как это сделать. И может быть, Рахиль в своей жизни не увидела славу Иосифа, но в вечности она увидела, что произошло после этого. Дорогие друзья, велики дела Божьи и в нашей жизни. И Господь употребляет наши судьбы и жизни таким образом, чтобы прославить Свое Святое Имя. И мы читаем в Писании, у нас есть обетование, мы читаем, что 2000 лет назад там в Вифлееме был рожден Иисус Христос, Господь. И наш Иисус Христос, Его имя, одно из Его имен называется Эммануил, то есть Господь с нами. И мы можем сегодня с уверенностью сказать, что Господь с нами, если мы верим в Бога, если мы верим в Иисуса Христа. Дорогая церковь, если ты веришь, исповедуешь Господа как твоим Спасителем, верь, что Он с тобою, что Он рядом, через все это, Он с тобою, Он поддерживает тебя, Он утешает тебя, Он дает тебе силы, Он тебе дает надежду. Господь с тобою. Эммануил. Эммануил. Он близко, Он рядом. Поэтому сейчас мы будем молиться в этой молитве, и хотелось бы, чтобы в этой молитве мы поблагодарили Господа, что Он с нами. Может быть, не все нам понятно. Может быть, нам ничего до конца не будет понятно. Есть некоторые вопросы, но в вечности будет понятно. Но давайте доверимся Богу, братья и сестры. Доверимся Его благодати, Его милости. Аминь. Склонимся для молитв. Аллилуйя, Дмитрий. Чертный Господь. Аллилуйя. Аллилуйя.